добрый день мы рады приветствовать вас на восьмом уроке программы за гранью мифа старения и так это последний урок надеюсь что за предыдущие 7 уроков вы смогли снять напряжение со своего тела научились ощущать и управлять своим телом 8 урок объединяет все 7 уроков и в этом уроке мы будем пробовать максимально восстановить паттерн ходьбы почувствовать какие части тела должны участвовать какие мышцы должны сокращаться помним что двигаемся медленно двигаемся плавно с максимальным ощущением и стараемся выполнить движение только теми мышцами которые необходимы для него и так для начала ложимся на спину не спеша более глубокий вдох выдох с выдохом отпустите напряжение почувствуйте как сегодня тело соприкасается с полом почувствуйте свои пятки сравните соприкосновения правой левой пятки ощутите подошвы стоп заднюю поверхность бедер ощутите подколенное пространство голени сравните ощущения правой левой ноги почувствуйте ягодицы их контакт с полом ощутите положение таза как ощущается мышцы поясницы почувствуйте грудную клетку и ее вес ощутите правую и левую половину ощутите расстояние до пола от правого и левого плеча как ощущаются руки их внешняя сторона соприкасающая с полом теперь почувствуйте кисти пальцы рук ощутите шею затылок почувствуйте вес головы через соприкосновение затылка какой сейчас отпечаток оставит ваше тело если разница между правой и левой половиной для первого движения прижав поясницу сгибаем ноги в коленях пятки под ягодиц медленно на вдохе прогнитесь в пояснице на выдохе сокращая мышцы живота прижмите поясницу к полу почувствуйте что это за движение убедитесь что когда прижимаете поясницу к полу не давите стопами к полу еще один раз очень хорошо выпрямляем левую ногу правую оставляем согнутую мягко слегка нажимаем на подошву правой стопы и перекатываем таз влево медленно возвращаем в исходное положение еще несколько раз убедитесь что ваше правое колено остается вертикальным постарайтесь сильно не давить стопой в пол а выполните это вращение через работу косых мышц отлично выкрепляем ногу сравниваем ощущения теперь сгибаем левую ногу в колени и выполним точно такое же движение небольшое мягкое давление в пол и поворот таза почувствуйте как вы перекатываете таз не напрягается ли ваш шеи и плеч что это за движение насколько она для вас комфортно заканчиваем движение выпрямляем ногу теперь представляем или беремся подвздошные кости и крестец между ними нам нужно понять что происходит во время скольбы сгибаем ноги в коленях и ставим их на ширину вашего коврика если не на коврики то шире таза и уведите стопы не ставьте стопы близко к тазу оставляем руки на подвздошных костях и начинаем медленно опускать правое колено в сторону левой стопы почувствуйте как половинка таза поворачивается и медленно возвращаем назад еще разочек мягко опускаем причем ощущаем это движение от центра не бедро включается а именно таз ощутите это движение полу таза вот так ходьбе у нас движется одна часть крыла и вторая обратите внимание что противоположное крыло слегка двигается назад ощутите работу в подвздошно-крестцовом сочленении и теперь медленно опускаем левую ногу также растягиваются мышцы почувствуйте как удлиняется талия слева когда мы опускаем левое колено в сторону правой стопы ощутите удлинение в этом движении почувствуйте что происходит с тазом с правой и левой половиной еще один раз сохраняем правое колено смотрит в потолок и начинаем чередовать опускаем правое колено мягко возвращаем опускаем левое колено если разница между этими движениями и еще один раз отлично выпрямляем ноги опускаем руки расслабьтесь сравните свои ощущения что изменилось и теперь мы поворачиваемся на правый бок занимаем удобное положение для вашей головы то есть или прямая рука или согнутая или что-то положите под голову ноги согнуты в коленях не имеет значения 90 или не 90 у нас левая рука вдоль туловища если вы левша то лучше начать с положения на левом боку и теперь наше внимание будет направлено на левое плечо мы попробуем выполнять небольшие движения мы медленно смещаем плечо вперед позволяем вернуться в исходное положение выводим плечо вперед ощущаем как грудные мышцы сокращаются а лопатка движется от позвоночника убедитесь что вы не тянете плечо к левому уху кисть мягкая пальцы не напряжены и почувствуйте что происходит с мышцами живота когда мы выводим плечо вперед сокращаются ли они и что будет если вы их сократите станет ли амплитуда больше делаем паузу теперь мы уводим плечо назад обратите внимание шея голова не двигаются почувствуйте как лопатка скользит по ребрам сторону позвоночника какое-то движение если вы ощущаете прерывистое движение это говорит о том что в мышцах много напряжения и они не могут скользить замедлитесь постепенно движение станет плавным и мы начинаем рисовать линию медленно вперед и назад почувствуйте как половинка грудной клетки смещается ощутите это движение и делаем паузу теперь мы направляем наше левое плечо в сторону уха не поднимайте высоко так чтобы рука не смещалась и отпустить почувствуйте как напрягаются мышцы верхней части плеча верхняя порция трапеции и вниз ощутите куда двигается лопатка что происходит с ключицей и теперь наоборот опускаем вниз и вернуть что сейчас происходит с лопаткой как сейчас она движется какое-то движение выполняем еще один раз и теперь начинаем медленно рисовать линию вверх и вниз как это движение ощущается в области ребер слева в области грудной клетки сделайте последний раз расслабьтесь теперь мы попробуем нарисовать нашим плечом ромб мы выводим плечо вверх вперед вниз назад еще раз вверх вперед вниз назад меняем направление вниз вперед вверх назад еще раз вниз вперед вверх назад и расслабьтесь и теперь попробуем нарисовать половинку верхнего круга мы переведем плечо вперед по дуге ведем плечо вверх и назад и возвращаем вверх и вперед продолжаем рисовать половинку круга верхнего наблюдая за тем что происходит в движении лопатки ключицы шеи не напрягается ли что-то еще в нашем теле заканчиваем это движение и теперь попробуем нарисовать полукруг нижний выводим вперед по дуге вниз и назад опять вниз и вперед продолжаем рисовать нижнюю часть как это движение ощущается очень хорошо и переводим движение в круг почувствуйте насколько комфортно для вас это движение как скользит ваша лопатка по ребрам меняем направление в другую сторону вы можете менять амплитуду движения замедляться чтобы было больше ощущений заканчиваем это движение и поворачиваемся на спину что изменилось в ощущении нашего тела как сейчас вы ощущаете левую лопатку левое плечо левую руку расстояние от затылка до части верхней плеча ощущение грудной клетки и сравните эти ощущения с правой частью очень хорошо опять поворачиваемся на правый лох опять тоже исходное положение и теперь мы попробуем поработать с тазом то есть мы попробуем выполнять движение линии таза рука остается вдоль тела на бедре и мы пробуем выполнить движение направляя таз в сторону подмышки медленно и отпустить обратите внимание что стопы наши не смещаются то есть мы выполняем движение на уровне центральной части корпуса для этого нам надо сократить мышцы талии слева и потянуть в сторону подмышки теперь наоборот нам нужно увести таз от грудной клетки и левой части подмышки для этого нам надо сократить мышцы талии снизу и у нас получится движение выполните в своем темпе не прогибайтесь поясницы сократите мышцы живота чтобы не было прогиба и выполняем движение вверх и вниз вверх и движение в стопах коленях нету мы делаем это на уровне нашего таза теперь мы смещаем таз вперед и назад у нас скользит бедро левая по правому мы уже делали это в одном из уроков и теперь мы чувствуем что грудная клетка не двигается мы двигаем только тазом очень хорошо теперь пробуем нарисовать тазом ромб переводим вверх выводим перевод опускаем вниз и назад опять вверх вперед вниз назад меняем направление вниз вперед вверх назад еще раз вниз вперед вверх назад очень хорошо и как бы обрезая уголочки переводим движение таза сразу в круг что это за движение постарайтесь не включать свое плечо и другую сторону что делает правая часть таза что-то происходит со стороны правой половинки таз очень хорошо опять поворачиваемся на бок ощущаем как эти движения повлияли на наше тело изменилось ли что-то в ощущение левой ягодицы ноги поясницы сравните ощущения правой и левой половинки таза и теперь мы объединим для движения два региона опять ложимся на бок опять рука вдоль и мы начинаем выполнять движение сначала смещая вперед плечо а таз уводим назад вернулись плечо назад таз вперед вернулись опять плечо вперед таз назад вернулись плечо назад таз вперед и начинаем выполнять это в одно движение медленно почувствуйте как движение инициирует грудная клетка не таз а грудная клетка почувствуйте как они двигаются в противоположные стороны это то что мы должны ощущать во время ходьбы расслабились теперь мы направляем левую часть таза и левую подмышку на встречу друг другу и уводим в стороны тянем плечо таз на встречу увели в сторону опять на встречу увели в сторону еще раз на встречу и в стороны очень хорошо теперь мы попробуем выполнить движение у нас будет движение верхняя дуга когда у нас плечо уходит вперед вверх назад а таз наоборот будет делать нижнюю дугу уйдет вперед вниз и назад итак у нас правое плечо уходит вперед левое плечо то есть плечо вперед таз назад плечо вверх таз вниз таз вперед плечо назад и опять рисуем дугу таз вниз плечо вверх таз назад плечо вперед еще разочек и уходят друг от друга в сторону и идут на встречу друг другу возвращаемся и так делаем полное движение то есть мы собираем два разных круга у нас таз движется на первое движение плечо вперед таз назад плечо вверх таз вниз плечо назад таз вперед плечо вниз таз вверх и еще раз плечо вперед таз назад плечо вверх таз вниз плечо назад таз вперед плечо вниз таз вверх и еще пробуем вперед плечо таз назад плечо вверх таз вниз плечо назад таз вперед плечо вниз таз вверх и попробуйте совершить противоположную сторону движение тазом и плечом очень хорошо расслабились теперь попробуем сделать противоположную сторону у нас плечо назад таз вперед плечо вверх плечо вниз таз вверх плечо вниз таз вверх еще назад плечо таз вперед таз плечо навстречу друг другу таз назад плечо вперед очень хорошо и теперь поворачиваемся на спинку. Сравниваем, как получилась согласованность этого движения, стала ли левая половинка тела еще свободной. Теперь сгибаем ногу в колени, поворачиваемся, набок садимся и встаем. Я предлагаю вам пройтись по комнате, по залу, наблюдая за тем, изменились ли ваши ощущения. И пока вы ходите, обратите внимание, ощущаете ли вы левой частью тела, движение плеча назад и вперед и движение таза вперед и назад. И теперь, пока вы ходите, сравните эти ощущения с правой частью тела. Что ощущается больше, что ощущается лучше? И теперь я попробую вам задать вопрос, пока вы ходите, где это движение, когда плечо и таз уходят друг от друга и встречаются друг с другом. Попробуйте найти этот момент, когда плечо и таз расходятся одноименные, и они собираются. Даю вам подсказку. В момент постановки левой ноги, ваше левое плечо уходит в сторону, и точки между тазом и плечом становятся максимально удаленными. В тот момент, когда вы отталкиваетесь правой ногой и плечо у вас приходит к тазу, у вас происходит максимальное сближение этих точек. Попробуйте ощутить их в ходьбе. Итак, заканчиваем наше движение и опять ложимся на ковре. Выполним точно такие же движения для другой стороны. Помним, что у нас правая сторона, это для многих рабочая сторона, соответственно, напряжение в этой части тела может быть больше. Поворачиваемся теперь на левый бок. Находим удобное для себя положение. Ноги согнуты в коленях. Вам должно быть удобно. Верхняя рука вдоль туловища. И точно так, медленно, вдумчиво начинаем пробовать выполнить движение. Смещаем правое плечо слегка вперед. И позволяем вернуться ему в исходное положение. Пальцы ваших рук расслаблены. Кисть мягкая. Движение. Почувствуйте, как сокращаются большие и малые грудные мышцы. И растягиваются ромбовидные. Лампадка смещается от позвоночника. Еще раз. Есть ли в этом движении сокращение мышц живота? Как двигается ваше плечо? Это движение точно вперед? Или все-таки движение больше направлено в сторону вашего уха? Насколько оно плавное, мягкое? Делаем паузу. Теперь пробуем медленно увести правое плечо назад. Почувствуйте, что происходит с лопаткой. Ощутите, как теперь сокращаются мышцы сзади, но растягиваются спереди. Комфортно ли для вас это движение? Как двигается ваше плечо? Выполним еще один раз. И теперь начинаем выполнять линию, объединяя два движения в одну. Плечо вперед и плечо назад. Вы не раскачиваетесь. Вы просто выполняете движение только плечом. Как вы ощущаете это движение? Какое оно? Мягкое, прерывистое. Вы задерживаете дыхание. У вас возникает напряжение в какой-то другой части тела. Снимаем его. Делаем паузу. Теперь смещаем правое плечо не сильно в сторону правого уха. Какие мышцы сократились? И отпустите. Еще разочек. Медленно в сторону уха. И отпустите. Как вы ощущаете это движение? Что происходит с ребрами? И теперь наоборот. Опускаем плечо вниз. Как двигается ваша лопатка? Насколько это движение вниз высвобождает вашу шею? Выполним еще один раз. И начинаем объединять два движения в одну. Медленно вверх. Медленно вниз. Получите удовольствие от движения. От того, что вы им управляете. Заканчиваем движение. И теперь пробуем нарисовать плечом ромб. Уводим плечо вверх. Переводим его вперед. Опускаем вниз. И уводим назад. Опять вверх. Вперед. Вниз. Назад. Меняем направление. Вниз. Вперед. Вверх. Назад. Вниз. Вперед. Вверх. Назад. Останавливаемся. И пробуем нарисовать половинку круга. Верхнюю. Уводим плечо назад. Переводим его вверх по дуге вперед. И возвращаем вверх по дуге назад. Продолжаем рисовать половинку круга. Ощущая, как включаются ключица, плечо, лопатка. Очень хорошо. И уводим движение в нижнюю дугу. Увели назад. Опустили вниз. По дуге вперед. Опять вниз. Назад. Ощущаем, как это движение в нашем теле совершается. Еще несколько раз. Заканчиваем это движение. И теперь попробуем превратить это движение в круг. Мягко рисуем плечом круг. Голова, шея не участвуют в этом движении. Нижняя левая сторона тоже не двигается. И меняем направление. Переводим в другую сторону. Очень хорошо. Заканчиваем движение и поворачиваемся на сны. Сравниваем ощущения. Почувствуйте, изменилось ли что-то в соприкосновении. Грудной клетки, плеч, рог, затылка. Как сейчас ощущается ваше тело? Опять поворачиваемся на бок. И работаем с тазом. Пробуем почувствовать все движения в области таза. Медленно направляем правую часть таза к подмышке. Нам надо сократить мышцы талии. Отпускаем. Что это за движение? Обратите внимание, что стопы, колени не смещаются. Движение выполняется центральной частью тела. И наоборот, сокращаем мышцы слева. И у нас расходится таз, уходит от линии подмышки правой. Мягко. Похоже ли эти движения? С левой и с правой стороны. И начинаем рисовать линию вверх и вниз. Насколько движения плавные, мягкие. Не напрягаете ли вы что-то дополнительно в теле? Заканчиваем. И теперь смещаем. Вперед и назад. Медленно вперед и назад. Грудная клетка остается на месте. Медленно вперед и назад. Отлично. И теперь начинаем рисовать ромб. Выводим таз вверх, вперед, вниз, назад. Вверх, вперед, вниз, назад. Меняем направление. Вниз, вперед, вверх, назад. Вниз, вперед, вверх, назад. Очень хорошо. И теперь мы попробуем выполнить два движения. Плечом и тазом одновременно. Выводим плечо вперед, а таз назад. Плечо назад, таз вперед. Плечо вперед, таз назад. И продолжаем это движение. Какое оно? Насколько у нас сохраняется параллельными линиями движения таза и плеча? Очень хорошо. Делаем паузу. Теперь плечо и таз навстречу друг другу и друг от друга. Навстречу и друг от друга. Еще несколько раз. Очень хорошо. Заканчиваем. Теперь попробуем объединить сразу движения в целостное. Круг в разных направлениях. Плечо вперед, таз назад. Плечо вверх, таз вниз. Плечо назад, таз вперед. Плечо вниз, таз вверх. Плечо вперед, таз назад. Плечо вверх, таз вниз. Плечо назад, таз вперед. Плечо вниз, таз вверх. И пробуем. Плечо вперед, таз назад. Плечо вверх, таз вниз. Плечо назад, таз вперед. Плечо вниз, таз вверх. продолжаем это движение медленно тасс в одну расходятся и встречаются очень заканчиваем пробуем другую сторону первым движение вперед плечи будут идти назад а таз вперед у нас так будет идти вверх плечо вниз таз плечо вперед таз назад и плечо вниз таз и вверх пробуем меняем 1 навстречу друг другу 2 поменяли положение 3 разошлись 4 еще 1 1 навстречу 2 в разные стороны 3 разошлись 4 очень хорошо заканчиваем движение и поворачиваемся на спину сравниваем ощущение тела изменилось ли что-то в этом ощущении и теперь выпрямляем вверх подымаем правую руку ладонь смотрит на среднюю линию и сгибаем правую ногу в колени мягко мы прогибаемся в пояснице и чуть-чуть прижимаем правую лопатку к полу на выдохе мы прижимаемся пояснице и тянемся точно в потолок правой рукой ощущая как вес грудной клетки перешел слегка влево продолжаем вдох прогиб прижать правую лопатку выдох прижатие еще раз вдох прогиб выдох прижатие теперь вдох прогиб и теперь нажимаем чуть-чуть правой стопой тянемся правой рукой и слегка перекатываем таз влево и вернуть постарайтесь синхронно потянуться рукой слегка нажать на правую стопу обратите внимание что точно вверх движение то есть мы не увозим никуда и почувствуйте как мы весом переносим себя на левую сторону прекрасно опускаем руку ногу сравниваем ощущение правой левой половины теперь сгибаем левую ногу в колени левую руку вверх и то же самое движение прогнуться слегка в пояснице прижать левую лопатку в пол прижать поясницу потянуться левой рукой ощущая как грудная клетка слегка перекатилась вправо прогиб выдох прижать еще один раз прогиб и прижать отлично прогиб и теперь одновременно нажимаем на левую стопу тянемся левой рукой и оказываемся слегка на правом боку медленно почувствуйте это движение ощутите его синхронность и слитность мы выполняли эти движения на втором уроке хорошо опускаем руку выпрямляем ногу сравниваем ощущение и теперь наша задача сделать так чтобы грудная клетка и таз двигались в разных направлениях опять сгибаем ноги в коленях руки выводим вверх вперед ладони смотрят друг на друга кисти под плечами мы тянемся правой рукой в потолок нажимаем на левую стопу слегка прижимаем левую лопатку к полу вернулись еще разочек на левую стопу таз вправо прижать левую лопатку правой рукой потянуть вернулись меняемся тянемся левой рукой прижимаем правую лопатку нажимаем на правую стопу перекатили таз влево вернулись еще разочек почувствовали движение грудной клетки и таза в противоположные стороны и начинаем чередовать раз мягко два прижимая стопу прижимать одноименную лопатку вам будет легче почувствовать движение очень хорошо еще несколько раз оставляем локти и колени смотреть потолок прекрасно заканчиваем движение и ослабились почувствовали свое тело и в конце можно выполнить скручивающие небольшие движения разводим руки т-образно ладошки смотрят в потолок сгибаем ноги в коленях стопах вместе и теперь мы медленно поворачиваем голову к левой ладони слегка прижимаемся тыльной стороной к полу и чуть-чуть приподнимаем плечо в сторону потолка почувствуйте как левая лопатка скользит по диагонали вниз наша плечевая кость слегка разворачивается наружу отлично опустили теперь мы опять разворачиваем ладошку левую поворачиваем руку в пол ладонью мне чуть-чуть не хватает места и нажимаем тыльной стороной про левое плечо мир а правое плечо чуть-чуть прижмите к полу почувствуйте как у вас растягивается грудная клетка и опустите верните меняем направление правая ладошка раскрывается левая закрывается левое плечо прижимая к полу правой чуть-чуть вверх и тыльной стороной руки прижаться к полу и отпустите раскрываем левую ладошку закрываем правую опускаем ту сторону колени мягко нажимаем на левую тыльную сторону чуть-чуть левое плечо а правое завернуть вниз и прижать к полу мягко возвращаемся еще одна скрутка колени влево левую ладошку закрываем правую раскрываем голову вправо прижаться чуть-чуть потянуть правое плечо в потолок левая в пол медленно вниз еще одна смена правую ладошку закрываем в ее сторону опускаем колени левую раскрываем тыльной стороной кисти чуть прижаться чуть-чуть потянуть плечико и вернуться и последний раз колени влево закрываем левую ладошку голову вправо раскрываем правую левое плечо прижимаем правое чуть-чуть вверх и закончится выпрямляем ноги опускаем руки вдоль туловища не спеша более глубокий вдох выдох и почувствуйте как сейчас тело соприкасается с полом изменилось ли что-то в соприкосновении как как сейчас вы ощущаете и подколенное пространство бедра как соприкасаются ягодицы ощущение таза почувствуйте правую левую ногу как сейчас ощущается мышцы поясницы изменилось ли что-то в ощущении грудной клетки лопата положение плеч относительно пола изменились ощущения внешнего соприкосновения рук ощущение ладони пальцы почувствуйте шею голову и ее вес через соприкосновение затылка какой сейчас отпечаток оставит ваше тело его правая левая половина не спеша более глубокий вдох выдох сгибаем ногу в колени поворачиваемся на бок и садимся я вас поздравляю с окончанием программы вы смогли очень много дать ощущений и позволили свой мозг сделать более пластичным теперь те ощущения которые есть в вашем теле постарайтесь слышать в обычных повседневных движениях ощущайте как они происходят и почувствуйте как этот урок изменил вашу ходьбу жду вас в наших следующих программах желаю успехов в освоении собственного тела а